На развитие инфраструктуры особой экономической зоны Орел в Амцентском районе будет выделено более 1 миллиарда рублей инвестиций. Соответствующее постановление подписал Андрей Клычков. Средства из областного бюджета поступят на счета Акционерного общества Корпорации развития Орловской области. В чем в Едине и находится экономическая зона. Подробности глобального апгрейда узнаем у нашего экономического обозревателя Анастасии Гришиной. Настя, привет. На какой срок рассчитано строительство? Вика, привет. Проект рассчитан на 4 года. И финансировать его будут ежегодно. Общий объем капитальных вложений в возведение объекта капитального строительства составляет почти миллиарды 200 миллионов рублей. На реализацию этого проекта в 2021 году из областного бюджета планируется предоставить 247 миллионов рублей. В 2022 году 261 миллион. В 2023 еще почти 226 миллионов. В 2024 году чуть более 424 миллионов рублей. Напомню, в минувшем году на разработку ПСД на строительство объектов инженерной инфраструктуры особой экономической зоны было потрачено более 31 миллиона рублей. В 2020 году в Орловской области собрали более 30 миллиардов рублей налогов. По сравнению с 2019 годом объем платежей увеличился на 11 процентов или почти на 3 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет составили более 8,5 миллиардов рублей, что почти в полтора раза выше, чем в 2019 году. В бюджет региона поступило чуть более 21,5 миллиарда рублей. Это на 4,5 процента или 930 миллионов больше в сравнении с 2019 годом. Кроме всего прочего, налоговой службой за 2020 год в области собрано более 20,5 миллиардов рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что почти на 4,5 процента больше, чем в 2019 году. Более 175 миллионов рублей должны региональные МУПы за коммунальные услуги по состоянию на 1 февраля. В феврале 2020 года эти цифры были больше на 76 миллионов. Отмечается, что долги за газ снизились на 16 миллионов рублей, за теплоснабжение на 25, за электроэнергию на 34,5 миллиона рублей. Всего же в регионе долги за энергоресурсы составили 717 миллионов рублей. И это на 93 миллиона меньше, чем в прошлом году. На 13 миллионов по сравнению с 2020 годом уменьшилась и задолженность управляющих компаний за энергоносители. И сейчас она составляет 48 миллионов рублей. В 2020 году лидером по росту цены на продукты стал сахар. По данным Орел Стата, в минувшем году этот продукт вырос в цене на 60,5 процентов. Рост показали крупы и бобовые, плюс 19,7 процента. Яйца куриные, 19,6 процента. Овощи почти 15,5 процентов. Фрукты и цитрусовые чуть более 12 процентов. Макаронные изделия 10,6 процента. Масло и жиры 9,3 процента. Кроме этого, в прошлом году в регионе заметно подорожали рыба и морепродукты. Хлеб, мука и колбасные изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова